В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Олег Катанзийский. Мы вспомним основные события о прошедших семи дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах, которые обсуждались, и проанализируем основные тенденции развития политической и социально-экономической жизни региона. Одна из важных тем на этой неделе, которая была прикована внимания и журналистов, и общественности, конечно, инвестиционный форум в Сочи, на котором говорили об импортозамещении товаров и продукции, а также обсуждали главные направления в стратегию возврата российской экономики к росту. На площадке собрались инвесторы из 25 государств, включая страны Европы и Северной Америки, а также представители почти всех регионов России. В числе участников был и глава Нинецкого округа Игорь Кошин, Международный инвестиционный форум Сочи, площадка для диалога бизнеса и власти, необходимая для успешной реализации серьезных инвестпроектов на территории России. В рамках деловой программы главного инвестиционного мероприятия страны, в форуме открытой дискуссии представителей государства, предпринимательских сообществ и экспертов поднимали самые острые вопросы развития экономики. На форуме в рамках пленарного заседания на тему «Вернуться к росту» стратегией для России выступил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он предположил, что цены на нефть, вероятно, останутся низкими достаточно долго. Это значит, что нужно быстрее найти другие точки роста. У нас впервые за последние несколько лет нефтегазовые доходы бюджета заняли менее половины всех доходов. Конечно, определенную роль сыграли низкие цены на сырье и гибкая курсовая политика. Мы не должны пассивно переждать такой нефтяной ледниковый период, нефтяную паузу. И даже когда цены на нефть восстановятся, а в этом никаких сомнений нет, в силу циклических причин, они не должны быть основным источником пополнения бюджета, поставил задачу Дмитрий Медведев. Также премьер-министр принял участие в работе «Круглого стола», «Инвестиционный климат на местах», «Секреты успеха» и провел встречу с представителями российских деловых кругов. В работе форума принимают участие отраслевые министры России, руководители крупнейших российских компаний, представители зарубежных государств и главы регионов. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин в рамках форума подписал соглашение о сотрудничестве с Германом Грефом. Основная задача документа – содействовать дирсификации экономики Ненецкого округа, увеличению окружного ВВП и поддержке малого бизнеса. Сбербанк намерен участвовать в инвестиционных проектах на территории округа, включая развитие агропромышленного комплекса, рыбной промышленности, энергетики, системы связи и телекоммуникаций, туризма, транспорта, жилищного строительства. Несмотря на то, что НАО – регион-донор с большими запасами углеводородов, у нас есть четкое понимание, куда двигаться, чтобы развивать альтернативную экономику округа. Это сельское хозяйство, рыболовство, оленеводство, туризм. Настало время новых возможностей, и соглашение со Сбербанком будет способствовать их реализации, отметил Игорь Кошин. Церемония подписания прошла с использованием современных технологий. Вместо бумажной версии соглашения стороны использовали электронную и с помощью планшетных компьютеров поставили цифровые подписи. Не обошли на форуме и тему бюджета страны на 2016 год. По мнению председателя правительства Дмитрия Медведева, в настоящий момент бюджетная политика не может быть иной, кроме как более жесткой. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что власти России могут в ближайшее время принять решение о дополнительном сокращении чиновников. Правительству предстоит заняться совершенствованием работы государственного аппарата. Во-первых, он должен быть компактным. Во-вторых, по словам Медведева, он должен быть эффективным. Ну а в-третьих, отметил премьер-министр, он должен быть прозрачным. И в этом особая роль общественного контроля. Также глава правительства сообщил о том, что в бюджете 2016 года защищенными статьями остаются международные обязательства, оборона, поддержка сельского хозяйства и соцобязанности. В связи с неопределенностью на финансовых и сырьевых рынках губернатор округа Игорь Кошин предложил депутатам перейти на однолетнее бюджетное планирование. Глава региона внес в собрание депутатов законопроект об особенностях составления и утверждения проекта окружного бюджета на 2016 год. В нем, так же, как и в бюджете федеральном, будут сохранены основные направления финансирования с счетом особенностей нашего региона. В частности, в нем сохраняются строчки по финансовому обеспечению коренных малочисленных народов Севера. А часть развития КВНС будет идти в соответствии с концепцией, которую сегодня одобрили на общественных слушаниях. Концепция развития коренных малочисленных народов Севера – документ долгосрочный. За 10 лет в его рамках планируется реализовать мероприятие по улучшению систем жизнеобеспечения и социально-бытовых условий оленеводов, повысить экономическую эффективность деятельности общин, сохранить исконную среду обитания, традиционный образ жизни, обеспечить доступное здравоохранение, сохранить и популяризировать духовное и культурное наследие ненцев, а также повысить уровень образования. Как будет реализовываться проект и какие механизмы при этом будут использованы? Эти темы стали ключевыми на заседании общественной палаты Ненецкого автономного округа. У представителей коренных малочисленных народов к разработчикам много вопросов. Хотелось бы узнать подготовку национальных кадров в ПИД-колледже. Наконец у нас будет каким-то образом решена или нет? Хотели бы на последней конференции по ненецкому языку поднимать проблему, чтобы обратиться в Министерство по образованию в Москву, сделать официальное обращение от депутатов Ненецкого округа, чтобы изменили концепцию подхода к подготовке национальных кадров. Потому что, насколько я поняла, на уровне Москвы сейчас в колледже нашем поддерживаются только те программы, которые утверждены на уровне государственной. Нужно каким-то образом эту проблему решить, потому что мы окончательно лишимся подготовки национальных кадров. Сейчас почти все училия Ненецкого языка пенсионеры. Вот они уйдут и с кем мы останемся? Чтобы не остаться без родного языка, по словам Ирины Ханзеровой, нужно разработать конкретный механизм действия, на что окружные власти пообещали, голос народа будет услышан. Мы проводим максимальное количество различных форм общественного обсуждения, для того, чтобы услышать максимальное количество предложений, замечаний. Но те замечания, которые мы упустили, так скажем, и они обоснованы, естественно, мы постараемся их учесть. После этого документ будет готов для утверждения администрации Ненецкого округа. Ранее он был одобрен общественным советом при Департаменте региональной политики, Ассоциации Ненецкого народа ИСВ и другими общественными организациями. Сегодня, по крайней мере, на заседание общественной палаты было высказано предложение о принятии данной концепции в форме закона. Естественно, пойдет на согласование с органами власти окончательное, ну и, соответственно, будет вероятно всего выноситься на рассмотрение заседания администрации Ненецкого округа. Доработанная концепция позволит создать в Ненецком округе хорошие условия для устойчивого социально-экономического потенциала. Она включает три основных направления. Совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей единую госполитику, направленную на обеспечение устойчивого развития КМНС, создание благоприятных условий для коренных народов на территориях их традиционного проживания. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Одна из точек роста экономики региона – это инвестиционная привлекательность из точки зрения крупных компаний, а также развития малого и среднего предпринимательства. Об этом тоже говорили на прошедшем Сочи экономическом форуме. Что касается Ненецкого округа, то в принципе, наряду с привлечением в регион больших инвесторов есть еще одна задача – войти в национальный рейтинг инвестиционной привлекательности. На сегодняшний момент субъект не вошел в число его участников. В 2015 году исследование прошло в 83 регионах страны. Какую пользу приносит нам участие в рейтинге, рассказали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всегда находила средства, чтобы наших детей отправить на всякие конкурсы российского уровня, И поэтому мы здесь сейчас. Наши дети достойно представляли наши школы, а мы все им помогали в этом. Светлану Дуркину, педагога школы номер один, за большой вклад в развитие науки и образования, многолетнюю плодотворную деятельность, указом президента наградили почетным званием заслуженный учитель Российской Федерации. А ее коллеги, пять педагогов, стали лауреатами ежегодной премии губернатора Ненецкого округа в 2015 году. Среди них учитель истории Красновской школы Людмила Тилкова. С детства мечтала стать учителем, учить детей, давать образование. Мне вообще нравится творческая деятельность, воспитывать в них чувство патриотизма, любовь к родине. Поэтому выбралась, пошла учителем истории. По словам Людмилы Тилковой, воспитывать, творить и любить – это основные принципы любого педагога. И с ней соглашаются не только окружные, но и российские коллеги. Кстати, лучший из них встретится 5 октября в Государственном Кремлевском дворце. Там состоится церемония награждения финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года». Для участия в торжественном мероприятии от Ненецкого автономного округа делегированы четыре педагога. Ну и, конечно же, самое главное – учиться. Что ж, будем учиться жить в новых условиях, с новым бюджетом и в новом инвестиционном климате. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Пусть будущие 7 дней станут для вас очередным шагом вперед. Не забывайте, вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть в нашем сайте. Андрей Стрк, Север.ру. Увидимся ровно через неделю.